Всем доброго времени суток. Мы продолжаем с вами знакомиться с программой iClone. В предыдущих уроках мы с вами сделали вот такого аватара. Дали ему начальное движение, прикрепили путь к этим движениям. Сегодня мы продолжим знакомство с движениями, но прежде всего я хочу с вами поговорить о звуке. Все мы знаем, что если ролик без звука, он смотрится намного беднее. В нашем ролике тоже есть ремикс известного фильма. Так вот, сейчас я хочу показать вам, какие настройки и какие возможности есть в программе iClone при работе со звуком. Прежде всего у нас есть возможность добавить в наш клип фоновый звук. Вот этот маркер я сейчас подвину дальше, а бегунок поставлю в начало нашего клипа. Теперь, для того, чтобы добавить фоновый звук, нам нужно зайти в файл, импорт, найти тот звук, который нам нужен. Вот он у меня. И нажать кнопку открыть. Вот он появился у нас на временной шкале. Саунд. Мы можем его прослушать. Вот давайте сейчас это и сделаем. Вот пошел наш клип. Мы можем этот клип передвинуть в любое место, которое нам необходимо. Но больше мы с этим файлом ничего сделать не можем. Для того, чтобы заговорил наш аватар, нам нужно прикрепить звук непосредственно к нему. Для этого мы нажимаем на самого аватара, выделяем его, заходим в движение и находим кнопочку скрипта. У нас появляется вот такое вот окно. Первая кнопка, которая у нас есть, мы можем непосредственно здесь записать звук для нашего аватара. Давайте посмотрим, что это такое. Я нажимаю на эту кнопку и у меня пойдет запись моего голоса. Вот еще одно окно открылось. Я нажимаю на запись. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Видите, у нас теперь есть и фоновый звук, и голос, который я только что записала. Вот этот голос мы можем уже редактировать. Как это делается? Для начала мы на временной шкале должны найти нашего аватара, чтобы он появился у нас вот здесь. Для этого мы нажимаем на вот эту вот кнопку и ставим галочку напротив нашего аватара. Видите, сразу у нас аватар открылся. Вот полосой прокрутки прокрутим ниже и смотрим. У нас есть одно его движение. Если мы откроем еще вот эту вкладку и выберем вот эту, то мы можем увидеть еще и аудио. Вот это аудио, которое я только что записала. Здесь у нас есть еще одна вкладка, которую мы тоже можем открыть. Вот так. И вот тут вот мы можем подрегулировать. То есть давайте прослушаем еще раз его. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Давайте удалим сейчас фоновый звук, чтобы он нам не мешал. И разберемся пока с теми звуками, которые нам нужны. Итак, я нажимаю левой кнопкой мыши на звук фоновый и нажимаю на клавиатуре клавишу DEL. Вот он удалился, теперь он нам мешать не будет. Возвращаемся к нашему звуку. Выделяем его. Я щелкаю по нему левой кнопкой мыши и смотрим, что мы здесь можем изменить и вообще, что мы можем с ним сделать. Ну, во-первых, если зажать левой кнопкой мыши, мы можем его двигать, опять-таки, по шкале, куда нам удобно. Второе, что мы можем сделать здесь, мы можем его обрезать. Вот, например, у нас здесь начало было, вот конец или вообще любой удобной нам точки. Для этого мы ставим курсор туда, куда нам надо. Ну, вот давайте начало обрежем. Вот я поставила курсор. Еще важный момент. Для того, чтобы обрезать это видео, у нас должна быть выделена не вот эта дорожка, а вот эта. Вот я перехожу сюда. У меня активировалась вот эта кнопка. Я на нее нажимаю. И вот наш клип разделился на две части. Вот эта часть мне не нужна. Я могу ее удалить. Для этого я становлюсь на нее и нажимаю клавишу DEL. Оставшийся файл мы тоже можем разделить. Ну, вот, к примеру, давайте вот здесь вот. Снова я становлюсь на вот этот слой. Делю. И могу его переместить в конец этого ролика. Вот, давайте посмотрим, что у нас теперь получилось. Пять. Вышел зайчик погулять. Вторая часть. Раз, два, три, четыре. И первая часть нашего ролика. То есть, я думаю, принцип вам понятен. То здесь мы можем делать сколько угодно нарезок и делать с ними все, что угодно. А вот этой нижней шкале, где идет редактирование губ, мы поговорим чуть позже. Теперь давайте посмотрим на нашего аватара, что происходит с ним во время проигрывания вот этой вот записи. Я включаю вас. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Видите, его губы тоже двигаются. Еще раз повторюсь, более тонкую настройку губ мы рассмотрим в других уроках. Итак, давайте посмотрим следующие настройки звука, какие у нас есть. Возвращаемся к нашему скрипту. Если мы нажмем на вот эту вторую кнопку, мы можем написать текст, который синхронизируется с аудио, и у вас появится аудиофайл. Но текст должен быть написан на английском языке. Ну, к примеру, давайте посмотрим. Вот я напишу известную фразу. Я думаю, все ее знают. Нажимаю ОК. И наш аудиофайл появился вот здесь в нашей шкале. Мы можем его прослушать. Вот давайте это и сделаем. I love you. Еще раз. Видите, то есть, если вы зададите субтитры, то программа может вам синхронизировать ее в звук, но только английский текст. Возвращаемся снова в нашу вкладку. Сейчас мы поговорим о вот этом скрипте. Если я на него нажимаю, у нас появляется окно встроенных скриптов, которые мы тоже можем использовать. Ну, например, давайте я вот этот нажму, открыть, и он тут же у нас проигрался. То есть, мы можем его тоже использовать в нашей программе. Вот, видите, у нас осталась еще одна кнопка, с которой мы сейчас будем работать. Я вот эти файлы все удаляю, выделяю, нажимаю клавишу DEL. Они нам пока не нужны. Становимся в начало нашего файла. Снова заходим в наши скрипты. Вот эта третья клавиша открывает нам доступ к аудиофайлам. Видите, тут может быть расширение WAV или MP3. Я ищу файл, который мы применяли в нашем ролике. Открываю. И вот он у меня применился к моему аватару. Ну, и давайте теперь посмотрим, что у нас получается. Видите? Сейчас наш аватар фактически проговаривает все слова, которые есть в этом аудиофайле. Но мне это не надо. Мне нужно, чтобы он сказал всего лишь одну фразу. Я доцент. Давайте мы сейчас найдем эту фразу, вырежем ее и оставим для нашего аватара. Вот она примерно где-то здесь. Вот она. Чтобы мне легче было это сделать, я воспользуюсь масштабом. Нажимаю вот эту кнопочку с плюсом. Раздвигаю. Сейчас прослушаем. Я доцент. Вот место, где нам нужно его обрезать. Вот это место. Переходим на вот эту дорожку и обрезаем. Этот файл мы удаляем. Курсор переставляем вот сюда. Нажимаем снова на дорожку и обрезаем здесь. И этот файл мы тоже удаляем. Давайте теперь посмотрим, что у нас получилось. Вот мы этот кусочек проиграем. Я доцент. Вот у нас все получилось так, как надо. То есть наш аватар говорит одну фразу. Теперь мы можем добавить сюда, как фоновый звук, всю эту композицию. Чтобы наша фраза полностью совпала с фразой фоновой музыки, давайте мы вот эту вот вкладку закроем сейчас. Перейдем чуть выше на наш звук. Переставим курсор в самое начало. И откроем наш файл фоновой музыки. Я его импортирую. Вот он у нас появился. И давайте посмотрим результат, который у нас получился. Видите, наш аватар сказал именно одну фразу, которая нам нужна. Итак, в сегодняшнем видеоуроке мы с вами познакомились с настройками звука в программе iClone. В следующем уроке мы доделаем ему движение уже под нашу музыкальную композицию. А сегодня наш урок закончен. Всего вам доброго. До новых встреч.